Музыка Здравствуйте подписчики, сегодня вам хотел рассказать о топ 3 самых больших аквариумных рыбок. Третье место псевдоплотистома. Ареал обитания. Псевдоплотистома обитает в водоемах Центральной и Северной Америки, Перу, Парагвай. Псевдоплотистома полосатая, крупный хищный сом, который достигает длины более метра до 150 сантиметров. Тело этой рыбы имеет серо-стальную краску с частым тонким черным вертикальными полосами, проходящими по спине и бокам. В областях хвоста полоски могут быть прерывистыми, иметь горизонтальное расположение. Содержание псевдоплотистомы в аквариуме. Псевдоплотистома очень быстро растет и в первые годы ей довольно нужно крупный объем аквариума от 1000 литров. Лучше даже больше. В качестве грунта лучше использовать песок или крупные камни. Даже обслуживание аквариума вызывает у них страх. Они могут начать метаться, расплескивая воду на своем пути. Обязательно нужно накрывать аквариум крышкой. Второе место. Аравана. Реал обитания. Происходит из Южной Америки, с большей частью бассейна реки Амазонка, с ее многочисленными приторками. Во время сухого сезона предпочитают регионы с медленным течением, заводи и лагуны. Сезон даже есть заплывать на затопленные участки тропических лесов. Описание. Взрослые особи достигают длину 70-80 см. Поэтому лучше покупать большой и высокий резервуар от 1000 литров. В природе Араваны придерживаются отчетливой иерархии, когда доминантный особь контролирует определенный участок и не подпусает к нему остальных сородичей. По этой причине, при содержании двух или более рыб, между ними может возникать ожесточенные стычки. Совместное содержание возможно только с видами сопоставимого размера, которые не будут рассматриваться как добыча. Например, паку или крупные амазонские сомы. И лидер сегодняшнего видео – краснохвостый сом. Ареал обитания. Обитает в Южной Америке, в Амазонке, Ореноко и Асекибу. В дикой природе встречаются экземпляры длиной до 2 метров и весом около 80 кг. Несмотря на внушительные размеры, является довольно популярным аквариумным питомцем. Эта крупная и массивная неповоротливая рыба большую часть времени проводит в притонных слоях воды. С возрастом все меньше двигается и все больше отдыхает на одном месте. Аквариум для молодняка лучше всего брать от 800 литров, а для взрослых особей около 6 тонн. В остальном краснохвостый сом весьма нетребовательен к условиям содержания. Спасибо за просмотр данного видео. Не забудьте подписаться и поставить лайк.